Рифа Кабба Итак, начнем. В его бытность премьер-министром и даже он сам называл его не иначе, как сумасшедший проект. И вот спустя почти десятилетия Эрдоган объявил всему миру, что через две недели правительство Турции приступит к строительству искусственного канала. Канал будет представлять собой искусственный судоходный маршрут, соединяющий черное и мраморное моря. По сути, эту функцию уже многие века выполняет пролив Босфор, но по заявлению турецких властей и по той информации, которая размещена на сайте канала «Стамбул», у этого проекта есть ряд преимуществ перед Босфором. Во-первых, он будет проложен вдалеке от центра турецкой столицы. Как мы знаем, Босфор же делит Стамбул ровно посередине на его европейскую и азиатскую часть. Это позволит, утверждают авторы проекта, переправить все опасные грузоперевозки, в том числе нефтяные, подальше от густонаселенного города. Также канал «Стамбул» призван не только увезти опасные грузы из центра города, но и в целом разгрузить Босфор. Через него ежегодно проходят в среднем 43 тысячи судов. Также утверждают, что в искусственном канале не будет никаких резких поворотов, что уменьшит риск аварии. На сайте нового проекта даны и другие параметры. Например, длина канала будет составлять 45 километров, максимальная ширина – 400 метров. Общая стоимость этого амбициозного проекта будет, по подсчетам специалистов, составлять от 10 до 25 миллиардов долларов. У проекта искусственного канала «Стамбул», строительство которого еще только-только анонсировали, уже выросла целая армия противников. Среди них на первом месте экологи, военные, а также тревогу бьют и политологи. В чем же, собственно, дело, почему возможность появления нового канала на Черном море вызвала бурю противоречивых реакций? Первыми свою обеспокоенность выразили экологи. По их мнению, строительство этого канала ведет к серьезнейшим опасностям и нарушениям экосистем для двух морей – Черного и Мраморного. В частности, по мнению турецкого океанографа, профессора университета в Анкаре Джималя Сайдама, постройка канала, по которому вода будет течь только в направлении Мраморного моря, приведет к постепенному обмелению Черного. Это может уменьшить популяцию рыб и спровоцировать засухи. Нарушение водообменного баланса, уверен специалист, затронет все прибрежные страны, в том числе Россию, Грузию, Абхазию и Украину. А российский ученый-океанограф Владимир Белокопытов считает, что уровень Черного моря хоть и снизится, но это будет не так значимо по сравнению с тем, что произойдет с Мраморным морем. Поступление больших объемов черноморской воды резко увеличит в Мраморном море количество живых организмов, поглощающих кислород. В результате оно начнет умирать, распространяя в Стамбуле и его окрестностях запах сероводорода, цитирует ученого агентства «Спутник». Помимо экологической составляющей, у медали есть и другая сторона – геополитика. Как известно, свободное и важно бесплатное перемещение всех судов через пролив Босфор – это очень важная точка опоры всей мировой геополитики. Как мы все хорошо помним из курса истории, пролив Босфор не единожды становился точкой столкновения государственных интересов. С этим даже связывают один из самых известных политических анекдотов советского прошлого. Когда советский министр иностранных дел Громыко в ответ на угрозу потерять выход к Босфору сказал, что всего лишь два залпа и появятся новые проливы, а вот Стамбула может и не стать. Так вот, всяческие споры вокруг этой важнейшей транспортной артерии более или менее были погашены так называемой конвенцией Монтрео о статусе проливов. Эта конвенция была принята в 1936 году на специальной конференции в швейцарском городе Монтрео и закрепила суверенитет Турции за проливами Босфор и Дарданеллы. Однако при этом Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права, что позволяет торговым судам всех стран свободное и беспрепятственное передвижение по проливам в мирное и военное время. А теперь открытие нового канала, который явно будет лишь под контролем Турции и скорее всего станет коммерческим, вызывает огромные вопросы о том, будет ли актуален, как и многие десятилетия был, принцип конвенции Монтрео. Многие усматривают в открытии нового канала великодержавные мечты и амбиции Эрдогана. Другие уверяют, что Босфор при этом останется неприкосновенным и причин для тревоги потому нет. Третьи считают, что опасаться в сложившейся ситуации могут лишь игроки за океаном, так как они менее всех способны контролировать то, что происходит на Черном море, а значит, возможно, они потеряют тут свое влияние. Для того, чтобы обсудить амбициозно проект нового турецкого канала и его возможные последствия для развития региона в целом, мы связались с послом МИД Абхазии по особым поручениям Инаром Гиттсовым. Здравствуйте, Инар. Здравствуйте, Арифа. Инар, очень амбициозный проект турецкого лидера Эрдогана, строительство искусственного канала «Астамбул» вызывает противоречивые мнения и толки. И даже несколько очень влиятельных генералов в отставке, военных в Турции сделали заявление по этому поводу и выступают против. Вот как вам кажется, с чем связаны все эти противоречия и в чем проблема тут? Да, действительно, в последнее время очень бурно обсуждается вопрос строительства нового искусственного канала в Стамбуле. Кроме того, почему-то это строительство связывает с возможностью выхода Турции из конвенции Монтрео. Скорее всего, это связано с тем, что буквально недавно Турция вышла из международных договоров по защите прав женщин. И некоторые эксперты усматривают в этом возможность для Турции выхода из этого соглашения. Но давайте вот вспомним, что же, по сути, такое эта конвенция Монтрео. И в чем основная ее суть. Конвенция Монтрео о статусе проливов Босфор и Дарданеллы регулирует судоходство. Пролив Босфор, как вы знаете, соединяет Черное море с Мраморным, а Дарданеллы Мраморное с Эгейским. Конвенция была подписана в Монтрео в Швейцарии в 1936 году. Участниками этой конвенции являются 11 стран. Она состоит из 29 статей, 16 из которых касаются военных кораблей, и 6 имеют отношение к гражданским судам. Основная задача конвенции – это пересмотр результатов Лозаннской конференции 1922-1923 годов, на которой был утвержден принцип неограниченного прохода военных и торговых кораблей всех стран в Черное море и обратно, как в мирное, так и в военное время. Конвенция Монтрежа закрепила суверенитет Турции над проливами. Предусмотренная в Лозане международная комиссия по проливам была ликвидирована, и функции по наблюдению и контролю за проходами судов через проливы перешли к Турции. Согласно этой конвенции, за торговыми судами всех стран сохранена свобода прохода через проливы, как в мирное, так и в военное время. Конвенция признает особое положение черноморских государств, это важно. В мирное время, при условии уведомления ими Турции за 8 суток, военные корабли любого класса, в том числе и подводные лодки, имеют право проходить через проливы. Для военных кораблей не черноморских держав введены ограничения, как по классу, так и по тоннажу. И срок этих кораблей в море, в Черном море, предполагает не более 21 дня, и это очень важно. Тем не менее, эти страны все равно должны за 15 суток уведомить Турцию по дипломатическим каналам о проходе таких кораблей военных. В случае участия Турции в войне, а также угрозы войны, она может запретить проход через проливы любых военных судов. Во время войны, в которой Турция не принимает участие, она имеет право запретить также и транзит судов воюющей страны. Теперь, возвращаясь к письму отставных адмиралов Турции, его подписало более 100 адмиралов, важно отметить, что их посыл руководству Турции в большей степени был связан с обсуждением темы строительства нового водного канала Стамбул и опасением отмены международных договоров, последним из которых как раз и является конвенция Монтре. Как отмечается в этом открытом письме адмиралов, это не только договор, регулирующий проход через проливы, но и великая дипломатическая победа, которая восстановила суверенные права Турции на Мраморное море и пролив Босфор и Дарданеллы. Конвенция Монтре, по их мнению, является основным документом безопасности причерноморских стран и конвенцией, которая делает Черное море морем мира. Это конвенция, которая дает право Турции не вступать без ее желания в войну на стороне одной из воюющих сторон. Но действительно ли, Инар, действительно ли этот новый канал так уж угрожает конвенции Монтре и подрывает все основы, которые там были заложены? На мой взгляд, прямой угрозы тут не наблюдается. И как раз-таки президент Турции Реджеп Таик Пардаган говорил о том, что не стоит связывать планы по строительству нового канала с перспективой выхода Турции из конвенции Монтре. Он открыто заявил, что Турция не планирует выходить из конвенции. Хотя подчеркнул, что Анкара продолжит выполнять это соглашение, пока не найдет возможности для его улучшения. По мнению властей Турции, новый канал – это все-таки больше экономический проект. И он позволит Анкаре зарабатывать на коммерческих судах, которые сейчас без особой выгоды для страны пользуются проливами. С другой стороны, логика, на мой взгляд, не совсем понятна, зачем торговым судам платить, если они смогут и в дальнейшем пользоваться бесплатно проливами. Хотя понятно, что это позволит сократить очереди на прохождение канала. Плюс Эрдоган напоминал о недавних событиях в Суэцком канале, когда большой корабль перекрыл его и на длительное время торговые суда не могли проходить. Плюс он напомнил о случае с танкером, который загорелся и тоже не давал возможность беспрепятственно проходить длительное время торговым судам через водные артерии. Провластные СМИ в Турции назвали петицию адмиралов попыткой расшатать турецкое общество и очередным заговором против правительства. Мы прекрасно помним, что с момента образования Турецкой Республики вооруженные силы этой страны неоднократно свергали гражданское правительство, а также публиковали различного рода обращения, которые вынуждали в какой-то степени уходить в отставку. Тем временем оппозиция посчитала реакцию правящей верхушки преувеличенной. По их мнению, власти пытаются повернуть ситуацию вокруг обращения адмиралов в свою пользу. Каким образом? То есть они считают, что заявление о том, что военные вновь хотят свергнуть власть в стране, и тем самым вот эта дискуссия может помочь Эрдогану добрать политические очки перед выборами, которые должны состояться в 2023 году. То есть не стоит забывать, что в Турции сейчас и непростая экономическая ситуация, которая усугубляется эпидемиологической обстановкой. Возможно, по оценке некоторых экспертов, эта ситуация позволит отвлечь внимание населения от внутренних и внешних сложностей республики. То есть это искусственно созданная шумиха, да, получается, такая больше нарощенная проблема, чем нежели действительно существующая? Ситуация, она возникла, но вот то, каким образом с этой ситуацией сейчас работают те или иные политические силы, конечно, дает возможность предполагать, что зачастую искусственно тоже используется уже. Тем не менее, вот опасения, мы говорили, да, связаны с тем, что Турция вышла в одностороннем порядке из соглашения по защите прав женщин, и вот как-то вот на этом фоне дискуссия развилась и дошла до соглашения с Монтрео. Кроме того, давайте, вот я хотел бы все-таки посмотреть, кому все-таки был бы выгоден пересмотр положения конвенции, да, учитывая, что США и страны, члены НАТО более масштабно хотели бы присутствовать в Черноморском бассейне, расторжение соглашения Монтрео может предоставить им условия увеличить военно-морской контингент в этом регионе. Вместе с тем, принимая во внимание и курс Украины и Грузии к ускоренной интеграции с Североатлантическим альянсом, выход Турции из конвенции и вообще распад этой конвенции как таковой, может и им представляться некой такой военно-политической выгодой. Тем не менее, на мой взгляд, все-таки все спекуляции вокруг возможности разрушения соглашения, они в большей степени, наверное, накручены, чем представляют реальную перспективу. Тем более, что существуют силы, которые, наоборот, совершенно им невыгодны, да, нарушение конвенции Монтрео, например, на севере. Россия, думаю, что не будет в восторге, да, от прекращения конвенции. Ну, конечно, конечно, Россия, мы знаем, да, что Советский Союз также является страной, подписавшей и участвовавшей в создании этого документа, а Россия сегодня, Российская Федерация, это правоприемница Советского Союза, то тут не учитывать интересы Российской Федерации тоже не получится. Российская Федерация также является черноморской державой, как бы, да, и ее военно-политические интересы нельзя не брать в расчет. С нашей же перспективы я бы также хотел отметить, что мы не должны оставлять, на мой взгляд, без внимания эти процессы, так как в случае возникновения новых обстоятельств вокруг этого соглашения будут и для нас крайне важны, так как это вопросы национальной безопасности и для нас. Мы тоже являемся страной черноморского бассейна, региона, принимая во внимание неурегулированность политического конфликта с Грузией и стремление Грузии интегрироваться в западные структуры, в том числе в НАТО, в иенополитические структуры, как бы, то этот вопрос, опять-таки, хочется подчеркнуть, что является и для нас, как бы, вопросом национальной безопасности. К другим новостям. Географически более далеким, но не менее важным. Уже почти месяц как США покинул посол России Анатолий Антонов. Его вызвали в Москву с пояснением для консультации в марте, сразу же после заявления американского президента Джо Байдена, которые были сделаны в сторону Владимира Путина. Уже довольно длительное время отношения двух стран можно охарактеризовать как недружественные, а после заявлений Байдена даже конфронтационными. Многие эксперты и политологи, наблюдатели рассуждают о том, что можно ли сказать о том, что две страны прервали дипломатические отношения, учитывая тот факт, что российский посол уже более трех недель не находится в посольстве в Вашингтоне. Интересный материал на эту тему подготовила русская служба BBC, в котором дана подборка экспертных мнений о том, что же все это значит. Большинство экспертов сошлось на том, что отсутствие российского посла в Вашингтоне явно свидетельствует о том, что в Москве недовольны тем, что слова Байдена не были подвергнуты должной критике, что никаких равнозначных официальных извинений принесено не было, а этого в Кремле явно ждут. С другой стороны, сложно говорить о том, что отсутствие посла в посольстве говорит о разрыве отношений. Отсутствие посла не означает, что у России нет дипломатического представительства в Вашингтоне. Когда любой посол временно покидает страну своего пребывания для консультации в своей столице по личным причинам или после окончания срока службы, посольство возглавляет советник-посланник, обычно являющийся вторым по старшинству лицом в дипмиссии. В США эту роль исполняет заместитель главы миссии, говорит профессор Станфордского университета и старший эксперт Брукенского института Стивен Пайфер. Примерно такого же мнения придерживается Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. У России есть посол, но он сейчас находится в Москве на консультациях. То есть Россия не идет на официальное понижение уровня дипотношений с США, но показывает, что в свете обострения российско-американских отношений после хамского заявления Байдена сохранять бизнес-эз-южил невозможно. Россия не удовлетворена тем, как США отреагировали на эту ситуацию. Отсутствие каких-либо извинений, попыток дезавуировать это заявление. С американской стороны мы видим продолжение бизнес-эз-южил, а Россия дает понять, что это ее не устраивает и сохраняет символ своей неудовлетворенности. Посол Антонов продолжает быть действующим послом. Формально он не отозван, но он находится в Москве в знак демонстрации того, что Россия не удовлетворена нынешним состоянием отношений и, в частности, реакцией США на хамское заявление Байдена. По мнению других экспертов, возвращение посла произойдет обязательно, но только тогда, когда новое американское руководство точно определится, каких правил оно будет придерживаться в отношениях с Россией. А так как на сегодняшний день это не вполне очевидно и повестки российско-американской тоже нет, посол будет в Москве и его возвращение не вопрос ближайших дней, как заявили в МИД России. Это, пожалуй, все новости, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова